Чтобы обеспечить безопасность в будущем учебном году, Минпросвещение России предлагает отказаться от праздничных линейок в обычном формате и не только. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, все массовые мероприятия в школах, а также детских садах, кружках должны быть отменены до начала 2021 года. Екатерина Лапина, мама будущей первоклассницы, поддерживает данные меры. Ну не будет у нас первый раз в первый класс, как у всех, будет немножко по-другому. Я считаю, что время сейчас такое, что это нормально. Глава комитета Госдумы России по образованию и науке Вячеслав Никонов считает, что собственно сам образовательный процесс должен вернуться в обычное русло. Однако при этом надо стараться максимально сократить контакты между обучающимися разных классов, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Сейчас вроде как говорят, что учебный процесс будет, это хорошо. Я считаю, потому что первый класс провести дома я не вижу возможным, да. Поэтому это хорошо, но придумали такую систему, что как бы дети сидят постоянно в классе, перемены у всех в разное время. Это правильно. В условиях пандемии это правильно. Чтобы не было лишних контактов, чтобы не было вспышек от болезни, я считаю, это хорошо. 1 сентября в школах проведут диагностику знаний учеников по итогам дистанционного образования. Оценки за такую диагностику выставлять не будут, но педагоги хотят понять, не повлияло ли дистанционное обучение на уровень знаний. А если это случилось, внести коррективы в свои образовательные планы, чтобы наверстать упущенное. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика.